Какие только тайны не хранит дно Байкала. Кладоискатели до сих пор ищут здесь золото колчака, попутно натыкаясь на старые икоря, автомобили, лодки. У фотографов своя история, снимки таинственного дна священного озера вызывают огромный интерес и у них самих, и у тех, кто рассматривает их в интернете. В последнюю такую экспедицию за необычными ракурсами иркутские дайверы Дмитрий Роговой и Евгений Сафонов, вооружившись специальной оптикой, отправились в Бугульдейку. «Меня всегда влекут непригодного происхождения под водой, будь то гидротехнические сооружения, капитальные строения, оказавшиеся под водой в результате затоплений, либо автотранспорт, попавший в воду», — объясняет Дмитрий Роговой. «Для меня они являются частичкой истории, иногда осколком ушедшей эпохи». На дно Байкала вблизи Бугульдейки друзья отправились, чтобы сделать фото танка. Правда, на самом деле это оказался вовсе не танк, а трелевочник. Трактор-тягач с его помощью перевозили лес. Когда-то в поселке был леспромхоз, его продукцию переправляли по воде, соответственно, был и причал. Вот с него и скатился в воду трелевочник. Но та история давно забылась. И туристы, и местные жители уверены, что это именно танк в Росбашне в дно, вон какие у него гусеницы. Пролеты старинных мостов, тоннели круга Байкалки, ушедшие под воду Иркутского водохранилища, а еще настоящий сибирский Китишград. Только вполне реальный. Есть на Байкале залив-провал. Проплывая по нему, путешественники видят в глубине крыши домов. Это пять бурятских деревень за два дня после страшного землетрясения 30 декабря 1862 года, оказавшиеся на дне озера. Дайвер Роговой уже бродил по улицам этого Китишграда. Но тогда у него еще не было с собой фотоаппарата. А если все это снять для истории, это же какая красота будет! Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.